Добрый день, коллеги! Сегодня у нас вебинар на тему системы 1С управления холдингом настройка месячного бддс в рамках блока бюджетирования. Не совсем корректно я написал название вебинара, мы сегодня будем делать простые вещи, мы будем учиться делать бюджеты на примере бддс, скажем так. Ведущий я, Константин Алексеев, консультант-аналитик 1С. Сначала организационные моменты, запись у нас будет, она будет на нашем канале youtube, вы сможете ее посмотреть. По вопросам, вопросы можете писать в чат, в конце я на них отвечу, на всем. Так, немного, пару слов о себе, я более пяти лет занимаюсь внедрением финансовых блоков, работал на проектах в России, Беларуси и Казахстане, в основном занимаюсь финансовыми блоками, но в той или иной мере касался других блоков. Теперь непосредственно к нашему вебинару. Что мы будем сегодня смотреть? Мы посмотрим объекты системы, которые нам необходимы для месячного планирования, но на самом деле это как месячное планирование, так и любое другое планирование. Годовое, квартальное, скользящее, неважно. Элементы одни и те же. Мы настроим оперативные бюджеты, посмотрим как это можно сделать, мы посмотрим как сделать из оперативных бюджетов консолидированный бюджет, в нашем случае БДДС, и посмотрим расчет кассовых разрывов. Ну, в данном случае мы посмотрим как настроить в консолидированном бюджете формулу. Извините. Мы посмотрим как настраиваются формулы, как настраивается получение данных. Факт не входит в рамки нашего вебинара, но в одной там ячейке мы посмотрим, настроим, чтобы было понятно. По объектам. На экране я сделал вот такие вот три наших объекта. Это виды и бланки отчетов, регламент подготовки отчетности и управление отчетным периодом. Это три основные объекта, которые мы будем использовать, чтобы сделать наш процесс планирования. В видах и бланках мы настроим наши формы, в регламенте мы настроим, какая организация, с какой периодичностью будет у нас делать бюджет, в какой период. Ну, и управление отчетным периодом, соответственно, мы запустим процесс формирования бюджетов. Это те три элемента, которые нужны для формирования бюджетов. Обычно у сотрудников, у специалистов, которые вообще не работали с управлением холдингом, так вот с наскока сразу не получается что-то настроить в системе, потому что есть именно вот, есть не одна какая-то сущность, допустим, просто настроить формы и идешь их делаешь. Нет. Вот есть именно несколько таких вот документов, элементов системы, которые нужно настроить и после этого уже у тебя будет возможность вводить какие-то данные в тех формах, которые ты хотел, по оперативным бюджетам, по консолидированным бюджетам на экране у нас сейчас схема, одна из возможных схем формирования бюджета. То есть, если у вас такая или подобная схема, то вы, ну, допустим, вы делаете их в Excel. Вы можете их взять, переложить на формы в 1С управление холдингом и, соответственно, вы будете делать это уже в системе, у вас будут фиксироваться данные, у вас будут процессы, согласования, какие-то автозаполнения. То есть, все, что у вас, все, что у вас есть на ваших предприятиях или на ваших проектах, можно переложить. Больше зависит от того, ну, насколько глубокие вам нужны аналитики, насколько разветвленные вам нужны формы. Но это больше уже зависит от вас. Так, мы настроим оперативные бюджеты. Это вот у нас слайдик по оперативному бюджету. И настроим консолидированный бюджет, который будет уже заполняться сам. То есть, у нас есть оперативные бюджеты и консолидированный бюджет, он у нас уже сам заполнится, и мы его, и сам все посчитаем, в том числе кассовые разрывы. Но с презентацией все, мы теперь пойдем в систему. Так, в систему нет, не в систему, небольшой такой методологический момент. Что нам нужно сделать, чтобы в системе сделать наши бюджеты? Нам нужна информация. У вас у всех есть свои бюджеты, в бюджетах есть свои формы, есть свой набор статей, периодов, аналитик. Соответственно, нам нужно все это перенести в систему. Как обычно это можно сделать быстро, как обычно это сделать при консолидации с системой? Мы берем все наши статьи. Ну, допустим, мы взяли все наши бюджеты, все наши статьи. Ну, допустим, все наши статьи. Ну, тут некоторые статьи. Некоторые не статьи, но предположим, что это статьи ВДДС. И у нас есть некоторые ЦФО, центры финансовой ответственности, которые ответственны за какую-то из статей. Допустим, у нас их 56 ЦФО. И, соответственно, нам нужно определиться, какое ЦФО за какую статью доходов или расходов, поступлений или выбытия денежных средств отвечает. Зачем это нужно? Чтобы нам создать бюджеты непосредственно для конкретного центра финансовой ответственности, для конкретного подразделения, для конкретных сотрудников, чтобы они вводили только свои данные. И чтобы они вводили именно свои данные. Ну, допустим, ЦФО один у нас отвечает за выручку. Допустим, вот так вот. АЦФО 2 у нас отвечает за расходные статьи. Ну, вот за все остальное он будет отвечать. Извините, что-то у меня зависло. Ну, ладно. Соответственно, что нам нужно сделать? Нам нужно создать бюджет на поступление денежных средств. Нам нужно создать бюджет на затратные статьи. На затратные статьи. Но мы не будем сейчас осматривать какие-то сложные системы. Главная задача нашего вебинара – это показать, как сделать бюджет, как сделать так, чтобы в него можно ввести, можно было бы ввести данные. Такая простенькая задача сегодня. Поэтому мы идем в систему. Что нам нужно прежде всего посмотреть? Мы на каких элементах мы будем работать? Мы посмотрим подразделения. Это чтобы в будущем вы понимали, как у нас сложатся подразделения. В управлении холдингом есть такой справочник организационной единицы. Он выглядит следующим образом. Это иерархичный справочник. Вот такой вот. В нем есть различные виды ЦФО. То есть, если вы будете создавать ЦФО, здесь и российские резиденты, иностранные, есть прочее, есть различные виды ЦФО. Можно ЦФО или концернирующие организации и так далее. Нас интересует то, что мы сегодня будем использовать такое ЦФО, как группа Дельта, и будем использовать их подразделения. Его группы, подразделения. Для чего нам это нужно? Для того, чтобы те подразделения, по которым мы вводили бюджеты, они консолидировались в некой вот этой консолидирующей компании. Извините. Теперь давайте перейдем непосредственно к бюджетам. Какие-то элементы, естественно, есть, но я буду их вводить в ходе работы с бюджетами, поэтому отдельно их смотреть не будем. Идем в бюджетирование и отчетность. Прежде всего, нам нужно сделать вид, форму нашего вида бюджета, бланка. Мы идем в бюджетирование, отчетность и анализ. Виды бланков и отчета. Мы создадим отдельную нашу группу. Вот слева у нас список видов отчетов, справа – бланки. Мы будем работать и с левой, и с правой колонкой, полем. Мы создадим нашу папочку. Назовем ее RDS. Сегодняшнее число мы ее назовем. Здесь мы ничего не указываем, нас больше ничего не интересует. Нам просто нужно создать папочку. Все. В рамках этой папки создаем наш вид бюджета. То есть нажимаем плюсик и создать новый элемент. Соответственно, вот эта карточка вида отчета, с которой мы будем работать. Мы сегодня будем, в принципе, создавать только один вид отчета. Несмотря на то, что у нас будет два оперативных бюджета и еще один консолидированный, мы все равно будем создавать один вид отчета. Можно создавать виды отчета на каждый вид бюджета. Это тоже можно делать. Но я сегодня покажу именно, как можно с помощью одного вида отчета сделать несколько таких форм разных. Ну и почему это имеет место быть. Вид отчета называем также WDDS. Что нас здесь еще интересует? Здесь есть код, здесь есть полные номинования. Но нас это не интересует. Пусть будет такое же. Объект для согласования значения. Это у нас экземпляр бюджета. Ракурсы используются редко, но не будем сегодня о них говорить. Входит в группу. Это вот папочка, которую мы создали. Назначение, произвольные данные, либо какой-то из видов бюджета. Но нас интересуют произвольные данные. То есть мы сейчас не привязываемся к каким-то видам бюджета, к остаткам, к оборотам. То есть полностью мы делаем с нуля, полностью произвольная вещь. Все остальное, то, что написано, это связано в том числе с лимитами. Лимиты сегодня не смотрим, поэтому произвольные данные выбираем. Заполнить по справочнику. Если нужно заполнить вид отчета по какому-то справочнику, есть такая возможность, то можно, соответственно, здесь выбрать. Но сегодня мы с этим не будем работать. Сохранять историю изменений. Вот это важная галочка на самом деле. Если оставить ее включенной, то все версии данных, даже не то что экземпляров отчетов, а все версии данных, созданных, сделанных, они будут сохраняться. Вот с этим нужно быть как можно осторожнее, потому что если у вас отчеты меняются, если у вас вообще-то вообще как-то корректируются, могут скорректироваться, измениться, то лучше эту галочку выключать. Потому что она будет сохранять все версии данных. Все версии данных, вы поймете, о чем я говорю, когда мы будем делать сводную таблицу. Она сохраняет все версии данных, она, галочка я имею в виду, и если вдруг вам в будущем еще что-то нужно будет изменить, то иногда эти версии между собой конфликтуют. Вот это надо иметь в виду. Разделение по проектам, да, есть возможность разделения по проектам, это касается именно проектного управления. Управление холдингом, есть отдельный функционал по проектам, и в том числе в бюджетировании можно сделать бюджеты отдельно по проектам. Аналитики отчета. Вот аналитики отчета, если нам нужны в шапке документы какие-то аналитики, ну то есть что это значит? Допустим, у нас бюджет будет делаться для какого-то конкретного контрагента. И, ну это такая нечастая ситуация, но иногда бывает так, что закупщикам нужно сделать документ по какому-то конкретному контрагенту. И этих контрагентов, ну в принципе немного, там 3-4. 3-4 поставщика. То в принципе можно указывать в шапке документа контрагента, и тогда уже в самом документе этот контрагент нигде не будет фигурировать. Но при этом в самих данных он как аналитика уже будет присутствовать. И в будущих отчетах, бюджетах, консолидирующих эти данные можно вытащить. Нас сегодня это в принципе не интересует. Здесь можно только сказать, что их 6. Настройки помогут. Ну, соответственно, если у нас есть организации, у нас есть организационные единицы, они все равно будут указываться, они все равно будут фиксироваться в экземпляре отчета, которые мы будем потом создавать. Но если нужны какие-то аналитики, допустим, там для производства, производственные, для продаж, продажные, для финансистов нужны какие-то аналитики по договорам или по банкам, то это можно указать. Настройки по умолчанию. Но это касается как раз... Мы когда перейдем ко второй колонке, там будут сводные таблицы, многопериодные бланки. Это касается именно по умолчанию, то есть что заполняется. Их можно заполнять, можно не заполнять. Если вы будете делать это для конкретной компании, для конкретных специалистов, и этот бюджет, этот отчет, этот бланк будет заполняться непосредственно для каких-то сотрудников, то, в принципе, можно заполнить для удобства. Коллеги, здесь отойду немного. По поводу терминологии в 1С управления холдингом. У нас все это называется виды и бланки отчетов в 1С управления холдингом. Но если вы называете это бюджетами, если это называете экземпляры отчета или экземпляры бюджета, то, в принципе, понятно, что вы говорите об одном и том же. Не в смысле, что экземпляр отчета и вид отчета – это одно и то же, а в смысле об одном и том же механизме. Итак, вид отчета, параметры отчета. Здесь мы ничего не заполняем. Установка лимита. Если нужно настроить лимит, то, соответственно, через бюджет можно настроить лимит. Сегодня мы не смотрим это, но функционал такой есть. Дальше. Сверху ссылочки не будем смотреть. Нам они не нужны. Просто скажу, что бланки отчетов – это связанные элементы. То есть, все, что здесь перечислено – это все связанные элементы. Мы на них посмотрим. Мы их увидим, когда будем создавать непосредственно бланки. И, в принципе, все. Мы здесь все, что нам нужно, заполнили. Нажимаем «Записать». И нажимаем «Открыть конструктор отчета». То есть, нам нужно настроить форму. Нам нужно настроить BDDS. Нажимаем «Открыть конструктор отчета». Вот так он выглядит. Здесь есть название отчета. Здесь есть режим. Три режима. Мы их сегодня посмотрим. Что мы здесь делаем? У нас есть вот эти вот наши статьи, которые надо распределить по CFO. Но нам в том числе нужно сделать оперативные бюджеты. Мы… У меня тут отдельный список первоначальный. Мы должны сейчас здесь добавить все вообще строки, которые у нас будут в BDDS. В консолидированном BDDS. А потом уже мы можем сократить это количество и сделать отдельную форму. Только по определенным строкам, по определенным статьям, по определенным показателям. Здесь можно… Здесь есть, соответственно, кнопочки. Добавить строки. Удалить. Вверх-вниз можно перетащить. Можно добавить колонку. Можно перетащить вправо-влево. Дополнительно, соответственно, дополнительные какие-то настройки. Делаем самую простую вещь. Нажимаем плюсик. Как мы можем создать строчки нашего отчета. Можем нажать просто плюс и начать создавать, писать непосредственно наши строки. Остаток на начало. Выручка. Расходы и так далее. Но в управлении холдингом есть такая полезная вещь. Это вот эта вот кнопочка «Вставить из буфера обмена». Я когда в Excel заходил, скопировал свой список. Вот из Excel просто скопировал список. И теперь я просто нажму на эту кнопку. И у меня весь этот список, который у меня был в Excel, вставился здесь вот по строкам. То есть не нужно создавать какие-то отдельные элементы. Не нужно отдельно печатать все это или вставлять в каждую строчку. Нет. Он просто копирует из буфера обмена. Вот у нас все строчки сразу скопировались. Здесь можно их переместить вверх-вниз. Но они сразу по порядку расположены. По нужному мне порядку. Поэтому будем делать так. Что это за строчки, поясню. Это сразу строки БДДС. То есть достаток денежных средств на начало периода. Мы здесь будем отображать остатки на начало месяца. Поступление по операционной деятельности. Здесь видите все строчки. Не очень удобно, но строчки все. Вот в этой строке мы будем суммировать выручку по оптовым и розничным продажам. Платежи по операционной деятельности. Вот в этой строке мы будем суммировать данные по ниже перечисленным строчкам. Сейчас просто нужно понимать. Мы добавили все те строчки, которые нам нужны. В том числе первоначально строчки, в которые будут вводиться данные. И те строчки, в которых мы будем делать какие-то суммирующие формулы. То есть мы будем вставлять туда формулы и они будут заполняться. Заполняться по данным из нашего бюджета и заполняться по данным из других бюджетов. Здесь в том числе чистый денежный поток по двум видам деятельности и остаток на конец периода. Галочка создавать показатели. Что это значит? Это значит, что система сразу создает некий элемент в системе, он называется показатели. По которому в дальнейшем будет вестись движения какие-то. То есть в регистрах этих бланков, отчетов, бюджетов наших будут вестись движения, будут создаваться движения по тем строчкам, которые мы перечислили. Нажимаем ОК. Все, вот так вот быстро у нас появились все строчки. Нам не нужно ничего создавать. Но это строки. Мы видим, что здесь нет колонок, поэтому мы создаем колонки. Это вот кнопочка «Добавить колонки». И здесь мы создаем такой набор. «План», «Факт», «Отклонение», допустим, в рублях, «Отклонение по центру». Мы не будем все это подробно настраивать сегодня, но просто чтобы вы понимали, что все это можно настроить. Здесь тоже можно вставить из буфера обмена. Если у вас есть какая-то форма экселевская, вам не нужно все это заново писать. Вы просто можете скопировать, выделить. Допустим, даже вот так вот колонки эти выделить, нажать «Копировать». И потом из буфера именно вставить. Здесь тоже создать показатели, потому что показатель будет уже непосредственно не просто строчка, или не просто колонка какая-то с каким-то названием. Это будет уже пересечение строк и колонок, и это будет отдельный показатель, по которому будут уже создаваться движения в системе. Мы когда создадим бюджет, первый мы посмотрим. Нажимаем «Ок». Мы создали основу, скажем так, нашей формы. Теперь, соответственно, что нам нужно сделать? У нас есть в этой, в этом же армии, в этом же автоматизированном рабочем месте такие поля, как аналитика показателей и формулы расчета показателей. Давайте мы добавим аналитику. Вот у нас появляется новая форма, и здесь все наши строки. И, допустим, мы хотим добавить какую-то аналитику. Ну, вот, допустим, в выручке я хочу добавить аналитику контрагента. Я так и сделаю. Вот, давайте я ближе сделаю, может, плохо видно. Вот выручка и первая аналитика. Здесь сверху у нас аналитика 1 и 6 аналитик. Еще. Давайте вот выручка по оптовым продажам. Я нажимаю два раза. И здесь у нас появляются все аналитики, которые можно выбрать. Этот список не фиксированный. Сюда можно добавить аналитики при необходимости. Это отдельный разговор. Я просто скажу, что можно добавить аналитики. Нас интересуют контрагенты. Давайте добавим контрагента. Вот здесь, кстати, несколько справочников, но нам нужен вот этот справочник вот такой вот точечкой. Это предопределенный наш справочник контрагенты. Нажимаем. Все. У нас появился контрагент. Коллеги, я думаю, здесь все понятно. И больше мы, в общем-то, не будем добавлять никаких аналитик. Усложнять слишком сильно ничего не будем. Замечу, что здесь видите все колонки, в том числе те, все строки, в том числе те, по которым у нас будут расчеты, будут формулы. В них тоже можно добавить аналитику. Если добавить в нее аналитику, ну, неважно в какую, допустим, поступление по операционной деятельности. Если это формулы, если там будет формула, если там будет расчет, то если там будет аналитика, то расчет будет производиться в разрезе этой аналитики. То есть не просто по одной строке, а уже в разрезе аналитики. Но только при условии, если во всех остальных составляющих формулы тоже есть аналитика. Так, пойдем дальше. Мы сделали, мы заполнили аналитики. Ну, соответственно, если вам нужны аналитики в других колонках, в других строках, тоже их заполняйте. Здесь еще важный момент, что вот этот список, он нужен в данном случае, в нашем варианте, для всех бюджетов. И для консолидированных, и для оперативных. Поэтому мы заполняем здесь аналитику, но в самом консолидированном бюджете мы можем это не использовать. То есть, если в консолидированном бюджете нам контрагенты не нужны, то окей, мы не будем просто их использовать. Дальше идем, вот у нас есть, переходим к формулам расчета. Нажимаем формулу расчета. У нас появляются наши строки, наши колонки. Теперь нам нужно настроить формулы, по которым мы будем рассчитывать те строки, которые нам нужны. Немного вернусь назад. Вот сейчас мы настраиваем не просто один какой-то консолидированный бюджет. Мы настраиваем то, как будут работать показатели. То есть, если мы настраиваем показатель, остаток денежных средств на начало периода, то так, как мы его здесь настроим, он будет работать в любой форме, где будет использоваться. Это надо понимать. И, соответственно, формулу. Давайте сначала простую формулу сделаем. Вот поступление по операционной деятельности. Мы будем настраивать план. Нажимаем на нее два раза. У нас появляется вот сверху такое окошко. Что в нем есть? Это конструктор отчета. Здесь можно вставить ссылку на показатель другого отчета. То есть, если вы берете данные не непосредственно из этого отчета, а из какого-то другого, то это можно сделать. Давайте нажмем. Вот видите, у нас сверху вид отчета. И мы можем выбрать какой-то, ну, любой другой отчет, какой-нибудь такой вот потребности в комплектующих. Не знаю, что это. И сделать, нажать два раза, и ссылка будет на этот показатель. То есть, мы делали показатели, и мы можем сослаться в любом другом виде отчета на показатель от другого бюджета, который мы создали. Мы это сегодня использовать не будем, но это можно сделать. Так, дебет-кредит – это для того, чтобы добавить данные по счетам. Сегодня нам это не понадобится. Вот здесь добавить оперант. Вот это мы будем использовать. Здесь есть вставить выбранный показатель текущего отчета. Ну, то есть, вы куда-то встаете, нажимаете, он вставляется. Но есть более простая вещь. Вы можете просто два раза нажать, и он вставится сюда. Дальше операторы. Ну, всем понятно. Плюс, минус, умножить, делить какие-то условия, скобочки и так далее. Вот видите, вы можете здесь сами что-то написать. Плюсы, минусы, делить, умножить, скобочки и так далее. Все это можно указать самому. То есть, не обязательно нажимать на кнопки. Дальше. Вот здесь есть кнопочка «Возможно редактирование». Когда мы сделаем формулу, вот мы делаем формулу вот на этой ячейке. Непосредственно. И если мы сделаем здесь формулу, то ее редактировать уже будет нельзя. То есть, нажать в виде в бланке в экземпляре на эту ячейку и что-то в ней заполнить, изменить нельзя. Но если мы здесь нажмем галочку «Возможное редактирование», то даже если там формула, в экземпляре бюджета можно зайти, нажать два раза и что-то скорректировать. Так, давайте теперь сделаем формулу. Здесь простая формула. Здесь у нас поступление по операционной деятельности. Она объединяет выручку. По оптовой и по розничной. Мы просто нажимаем на выручку по оптовой деятельности, по плану. Я нажимаю. Ну, могу здесь нажать плюс. Могу здесь нажать плюс, а могу на клавиатуре просто нажать плюс. Это то же самое. То есть, неважно, что вы будете делать. Либо на клавиатуре, либо здесь. Сработает одинаково. И добавляю выручку по розничной продаже. Вот он мне добавил два операнда. Сейчас я их сохраню. Может быть, кто-то заметил. Вот у них, когда я сохранил, изменились скобочки. Я, к сожалению, не могу увеличить. Там были такие фигурные скобки, а сейчас они квадратные. Когда вы еще пишете формулу, и она еще нигде не зафиксирована, сам оперант не создан, я сейчас объясню, что это значит, то скобочки такие фигурные. Я могу еще раз нажать. Давайте вот плюс. Вот так вот. Видите, фигурные скобочки. Вот что я имею в виду. А здесь квадратные. Он уже все зафиксировал, все создал. Теперь мы можем нажать на добавить оперант. Вот эти вот два элемента в скобочках – это оперант, с которым мы проводим некие манипуляции. Мы можем зайти, добавить оперант. И вот наши два операнда, которые мы добавили. Они здесь появились после того, как мы сохранили. То есть можно просто нажать «Создать» и уже создавать какой-то оперант. Мы посмотрим сейчас подробнее все эти поля. А можно сначала накидать все эти ячейки, сохранить формулу, потом зайти сюда, нажать «Изменить» и уже корректировать непосредственно созданный оперант. Теперь по источникам данных, по оперантам. Какие вообще есть возможности? Что можно сделать? С нуля не будем создавать. Мы просто нажмем «Корректировать». Вот наш оперант. Вот описание, вот код формулы, имя. Это все, что нужно для того, чтобы их между собой связывать. Получение данных. Показатель отчета текущей информационной базы, вид отчета. То есть что он пишет? Мы просто нажали на какую-то ячейку, он сам автоматически запомнил, что мы получаем показатель из отчета текущей информационной базы, мы получаем показатель из этого вида отчета, и вот этот показатель мы используем. Что здесь, какие здесь вообще есть возможности? Мы можем заполнять по данным текущей базы, можем заполнять из других отчетов, из других бланков, видов отчетов. Но это если для плана и для каких-то консолидированных данных. И вот для каких-то бюджетных систем, где бюджеты идут последовательно и зависят друг от друга. Соответственно, вы можете привязать их друг к другу, непосредственно вот эти показатели друг к другу привязать. И они будут заполняться на основании друг друга, в том числе с какими-то формулами. В том числе, что здесь еще можно сделать? Можно заполнить по регистрам накопление бухгалтерии или сведений, или регистр сведений. Что это значит? Если банально нам нужно заполнить какой-то факт, мы нажимаем регистр бухгалтерии, чтобы выбрать какой-то регистр бухгалтерии. Их два в данном случае. Это МСФО и хозрасчетный. Выбираем хозрасчетный. И здесь уже настраиваем, с какого счета мы хотим вытащить данные. Допустим, мы хотим вытащить с 51 счета, мы хотим вытащить данные начальные или конечные сальдо. То есть, если мы настраиваем остатки, то начальные и конечные. Если это не остатки, то это, соответственно, какие-то обороты по дебету, кредиту и так далее. То есть, это все можно заполнить. И вытащить данные непосредственно из бухгалтерских данных. И можно также сделать некие отборы для этого правила, чтобы у вас вытаскивались только определенные данные. Так. Дальше. Регистры накопления. Ну, соответственно, если кто-то работал с 1С управлением холдингом или с 1С ERP, есть такой элемент, как регистр накопления. На них создается движение различных документов. Различных документов, да. Если вы создали в системе, допустим, какую-то реализацию или закупку, то данные транслируются, конечно же, не только на регистры бухгалтерии, но и на управленческие регистры. Такие как регистр накопления, регистр сведений. И, допустим, мы... Ну, вот, регистры накопления, все, которые возможны, по ним происходят какие-то движения в системе. И мы хотим вытащить эти данные. В каком случае это имеет место быть? Допустим, в регистре бухгалтерии у вас слишком мало аналитиков. У вас в регистре бухгалтерии, допустим, 3 субконта, а вам нужны данные с какого-то счета, из какого-то документа, допустим, по складам. А этого в субконта нет. Можно выбрать какой-то регистр накопления, по которому идут движения с этой аналитикой, и можно будет уже его использовать с этой аналитикой. И у вас в бюджете, в бюджете, в отчете вы сможете эту аналитику использовать. Так. Ну и, соответственно, здесь можно выбрать какое-то регистрное накопление, допустим, денежные средства, ресурс регистра, сумма. Ну, здесь в данном случае один ресурс, но вид разный. Либо приход, либо расход, либо оборот, либо начальный, конечный остаток. Можно также настроить отборы. Ну, то есть, выбрать либо организацию, либо дату. И что-то сделать. Более подробно вот это поле мы посмотрим. Ну, факт будем делать. Там одну ячейку сделаем и посмотрим. Так, регистр накопления. И, соответственно, то же самое про регистры сведений. Есть некие регистры сведений, которые можно использовать. Вот их список. Ну, разные регистры сведений, возвраты, допустим, какие-то, либо какие-то графики, географические признаки. То есть, все, что хотите. Из любого регистра сведений. И еще такой важный момент. Здесь есть справочник. Из справочников текущей информационной базы. То есть, если у вас в справочнике забиты какие-то данные, можно использовать данные из справочника. И данные справочников тоже можно использовать для заполнения. Ну, соответственно, можете выбрать какой-то справочник и выбрать из него данные. Если там, допустим, есть, если есть какие-то суммы, если есть какие-то показатели, если там что-то заполняется, то все это можно выбрать. В том числе здесь можно будет использовать и другие информационные базы. Сегодня мы все это не разбираем. Ну, и функционал не включен по информационным базам. Здесь можно, так как это управление холдингом, она создана для того, чтобы консолидировать данные из нескольких систем. В управлении холдингом есть типовой функционал по интеграции, по бесшовной интеграции с информационными базами другими. Допустим, у вас есть управление холдингом и 1С-бухгалтерия, и какая-нибудь 1С-логистика. То можно настроить интеграцию между ними и получать данные оттуда. Это отдельная тема. Сегодня мы только такую, опять же, простенькую задачу решаем. Так, здесь мы все посмотрели, еще отдельно потом посмотрим. Здесь у нас все сохранено, все мы настроили форму. Нажимаем завершитель редактирования. Настроим остальные поля по тем полям, которые консолидируют данные. Консолидируют и либо считают. Вот платежи по операционной деятельности у меня еще будут считать. Их тут несколько. От приобретения и до чистого денежного потока. Я не хочу нажимать их отдельно. Я просто их выделяю. Нажимаю суммировать выделенные показатели. И он сам делает вот такой вот... Сам проставляет эти показатели. Сам проставляет плюсики. Сам проставляет скобочки. Ну и все. Формула готова. Нажимаем завершить редактирование. Дальше у нас чистый денежный поток по операционной деятельности. Здесь тоже ничего сложного нет. Нажимаем вот на нашу вот эту формулу. Ну не формулу, на ячейку нажимаем. А в ней уже есть формула. Нажали на нее. Нажали... Ну здесь тоже такой металлогический момент. Я нажимаю минус. И платежи по операционной деятельности. Я ее сохраню. Но если у вас платежи будут здесь проставляться со знаком минус. Допустим, вы хотите, чтобы они были со знаком минус. То формула будет чистого денежного потока плюс поступление, плюс платежи. Но здесь все в минус. Такая математическая вещь такая. Здесь дальше у нас вот чистый денежный поток по финансовой деятельности. Я уже останавливаться сильно не буду на всем этом. Я делаю... Ну опять же, у меня есть получение, есть возвраты. Если возвраты есть со знаком минус, будут со знаком минус, то везде будет плюс. Я такого делать не буду. Я просто буду нажимать и нажимать либо плюс, либо минус. Поступление плюс поступление. Минус. Возврат. Минус. Возврат. Плюс. Урочие поступления выбытия. Ну предположим, там какой-то либо плюс, либо минус должен быть. Тоже здесь сохраняем. Завершить редактирование. Если я нажму просто завершить редактирование, он все сохранит. Вот. Чистый денежный поток за период. Ну и, соответственно, это у нас чистый денежный поток по операционной деятельности. Плюс чистый денежный поток по финансовой деятельности. И вот если я нажму завершить редактирование, он все сохранит. Вот он мне создал формулу. теперь перейдем к настройке остатков на начало периода и остаток на конец периода то есть здесь мы просто делали формулы по мы просто создавали мы просто считали либо в плюс либо минус но везде практически плюс остаток денежных средств на начало периода нажимаем что нам нужно сделать нам нужно у нас разные периоды будут видите вот здесь вот план факт отклонения отклонения процент а периода нигде нет период будет настраиваться в регламенте и управление отчетным периодом поэтому здесь как такового периода нет здесь условно можно считать что все это период отчета некий период отчета когда мы в регламенте поставим период то в самом экземпляре отчета мы системе уже установим по какому периоду все эти колонки будут идти и что нам нужно для остатков на начало периода разные есть варианты то есть либо это от фактических остатков в системе либо это фактические остатки плюс плановые некие некие поступления выбытия за тот период который еще не прошел ну да вы то есть допустим мы 25 марта 24 марта 25 суббота 24 марта мы делаем план на апрель и соответственно мы можем взять остаток за 24 23 число плюс некий плановые поступления минус некие плановые выбытия то есть заявки на расходные средства какие-то можем сделать так можем идти от нуля то есть мы будем планировать просто от нуля можно здесь зафиксировать некую цифру от которой будем идти мы сегодня просто сделаем переходящий остаток от нуля но в принципе можно сделать все что угодно то есть формулу в источник можно включить все что угодно но вообще финансисты экономисты когда будут работать любом случае они будут смотреть на эту цифру она подлежит конечно отдельному согласованию отдельному алгоритмированию поэтому здесь зависит уже от той политики компании которые есть давайте мы сделаем от переходящий остаток из периода в период чтобы на начало допустим мы будем планировать март-апрель на начало апреля у нас был остаток марта как это сделать мы нажимаем остаток денежных средств на конец периода и в принципе больше здесь ничего не убираем нажимаем сохранить а теперь мы заходим в операнды список операндов здесь вот этот наш операнд мы нажимаем его изменить правой кнопкой нажимаем на него потом изменить и вот здесь идут уже настройки здесь видите отбор данных источника и здесь есть период отчета чтобы нам вытащить данные плановые за предыдущий период нужно указать здесь чтобы он тянул данные за предыдущий месяц месяц или период если это неделя или квартал или год но еще раз повторюсь в данном случае мы смотрим не только денежные средства но и все остальное это действительно в том для любого бюджета для любого бюджетирования нажимаем период отчета вот здесь вот отбор здесь есть много разных вариантов как использовать можно вышестоящий период можно фиксированный период аналогичный период предыдущего или прошлого года предыдущего года до можно период отчета со сдвигом будем использовать период отчета со сдвигом но если вам нужно сравнить в каком-то из бюджета в каком-то из отчетов текущий период с предыдущим то вот период предыдущего года в том числе можно здесь со списком фиксированных значений поиграться но это опять же будете когда когда заниматься сами можно с ними поиграться посмотреть как они работают нас интересует период отчета со сдвигом но здесь мы ставим минус один условия отбора минус один все это все что нам нужно было сделать нажимаем записать здесь нам уже ничего не выбирать ничего не нужно мы просто выключаем можно завершить адектирование нажать и и делаем остаток денежных средств на конец периода предпоследняя наша формула ну и не как делается стадок денежных средств на конец периода это остаток на начало периода минус ну он не минус сейчас он плюс но опять же в зависимости от того как вы делаете бюджет и что подразумеваете по чистым денежным потокам ну пусть будет плюс предположим что здесь все формулы так как я рассчитывал нажимаем завершить адектирование все колонки ой все строки нашего бддс в колонке план мы настроили и последнее мы сделаем здесь формулу это по факту там особо нет данных в системе но я просто покажу как это делается добавить оперант нажимаем создать и мы будем брать допустим регистр накопления допустим денежные средства сумма начальный остаток но по данной организации я не знаю есть или нет деньги в системе это демо база я использую за демо базу я поэтому здесь организации отчета напишу отбор не производится это факт поэтому меня особо это не волнует записать и закрыть выбрать завершить редактирование все мы здесь больше ничего не будем настраивать соответственно вот там где есть формулы это расчеты либо заполнение а вот эти все колонки и строки белые это все будет заполняться отклонения в рублях и отклонения в процентах мы заполнять не будем просто имейте ввиду что да это можно настроить причем это можно настроить в трех местах есть отклонения непосредственно можно здесь сделать какую-то формулу и в настройках можно как отдельную чейку это выделить как отдельный показатель то есть система это предполагает но сегодня у нас это просто колонки наша задача сегодня ввести данные посмотреть будут ли они отображаться вот здесь кстати вот правило расчета есть что это значит мы создаем некое правило расчета для этого вида отчета для этого бланка для этого вида отчет пока что еще что это значит мы можем создать вот такой вот набор формул а можем нажать создать создать другое правило и создать другой набор формул и у вас в одном виде отчета можно переключаться между правилами расчета и они будут по-разному рассчитываться и у вас получится так что вы в самом экземпляре когда будете вводить или вы выводить данные в виде отчета вы можете нажать использовать вот такое вот правило расчета и это имеет место быть когда знаете там допустим где-то считают с НДС без НДС где-то учитывают не учитывают какие-то строки расходов допустим там амортизацию вот учитывают ее или не учитывают можно использовать разные правила расчета но здесь мы закончили здесь мы больше ничего исполнять не будем в принципе в конструкторе мы уже все сделали мы его выключим теперь перейдем вот к бланкам отчета что здесь есть что здесь можно создать бланк экземпляра отчета бланк многопериодного экземпляра отчета бланк сводной таблицы бланк экземпляра отчета сейчас практически не используется это такая простая форма простая форма но ее можно реализовать и в бланке многопериодные экземпляры отчета в бланке многопериодного экземпляра отчета с шире функционал поэтому необходимости в бланке экземпляра отчета но на рент редко возникает и бланк сводной таблицы теперь мы создадим наши бланки вот то что я говорил нам нужно создать теперь бланк некий макет для ввода данных для cfo1 и для ввода данных cfo2 эти сделаем нажимаем создать создать бланк многопериодные экземпляры отчета поясню вот здесь три по умолчанию есть формы они создаются сразу по умолчанию можно использовать их но я просто создам свои бланк многопериодного отчета здесь появляется вот такой вот конструктор и это то место в которое мы можем включить или не включить наши показатели то есть то что я говорил мы делаем общий бддс мы делаем все показатели бдс которые нам нужны которые будут использоваться а в дальнейшем мы будем только выбирать те данные которые нам нужны здесь в принципе все как оформление подробно особо смотреть смысла нет поэтому нажимаем ну то есть здесь основные кнопки это создать и допустим импорт экспорт бланка можно вставить диаграмму то есть здесь больше такие как сказать оформительские вещи вот кнопочка дополнительно дает кстати данные по всяким названием показателям и так далее то есть все что нам нужно для создания бланка знаете бдс бланк 1 созданием бланк назовем его бланк 1 выручка выручка мы не будем писать один просто выручка так и что мы делаем теперь нужно сделать некий бланк видите здесь все пусто здесь вообще ничего нет мы можем здесь начать что-то печатать мы можем создавать какую-то форму можем вот так вот знаете здесь есть перечислены все показатели можем начать вот так вот брать эти показатели перетаскивать сюда они будут можем создать здесь какие-то некие колонки можем создать называется аналитические области аналитического раскрытия чтобы сделать непосредственно эту таблицу но у нас простой отчет нам вообще в принципе ничего этого не нужно нам нужно просто выделить статьи и чтобы они заполнялись по периодам нажимая кнопочку создать соответственно то что говорил можно создать строки колонки показатели области аналитического раскрытия это отдельно можно смотреть здесь есть кнопка макет бланк нажимаем макет бланка текущий макет да да здесь появляется структура отчета то есть мы создаем мы должны здесь выделить то что мы хотим вставить нам нужна выручка мы берем и нажимаем вот эти вот две строки выручка выручка вот это те показатели которые мы создавали и теперь мы выбираем то что мы хотим видеть в нашем экземпляре что мы хотим чтобы сотрудник ну допустим здесь некой коммерческой службы вводил ну понятно что здесь у нас план факт отклонения все колонки нам нужно только план нам нужны только плановые данные поэтому мы галочки вот эти убираем то есть в данном случае он будет вводить только плановые данные по выручке у него даже консультирующих данных не будет снизу здесь можно еще поставить галочку расположение итогов то есть нужны не нужны итоги и добавить аналитики то есть если они нужны у нас есть аналитики посмотрим появятся ли они нажимаем применить вот наш бланк здесь вот наше название здесь вот наши показатели слева дайте увеличу масштаб так вот наши показатели и в одном из них кстати вот наш наша аналитика наша аналитика которую мы добавляли к нему контрагенты как вот иерархия набавилась это раскрытие как раз вот здесь вот период отчета то есть какой период который мы укажем регламент можно по-другому все это настроить это все вот можно нажать что-то настроить что-то перенести скопировать перенести и так далее и вот здесь непосредственно показатели обозначены можно нажать и здесь в том числе можно сделать настройки здесь очень такой большой функционал всех настроек то есть то что вот я говорил можно сделать отклонение можно можно сделать отклонение можно сделать его здесь можно добавить отдельные колонки можно вот так вот нажать добавить добавить формулу и здесь непосредственно вот видите значит форму я могу так нажать и сделать прям здесь форму какую-то из из-за нескольких ячеек что-то выбрать я в начале вот сейчас вспоминаю я этого не показал но здесь кроме чисел могут быть в том числе другие другие виды показателей хотя вернусь все-таки покажу это переходим в конструктор переходим в структуру отчета допустим какая-нибудь канцелярские товары какие-нибудь вот я нажму вот так выглядит карточка показателя если в нее зайти на самом деле здесь нет каких-то критических данных которые надо смотреть но вот есть тип значения и это может быть число может быть строка может быть дата может быть булева то есть галочка то есть вы можете в самой форме настроить чтобы это было число можете сделать так чтобы это была строка конечно на основании нее не будет нельзя будет создавать какие-либо формулы но какой-то текст можно приписать можно приписать какую-то дату вернемся бланку все вот наш бланк мы его создали его заново создал потому что по нему щелкал выручка все мы его создали больше нам ничего не нужно нажимаем записать и закрыть теперь мы создаем давайте введем в принципе нам ничего не мешает виджетирование экземпляры отчетов здесь непосредственно в системе называется это экземпляры отчета так нажимаем создать то есть мы создаем ту форму в которой будем а нет давайте мы подождем пока я пока я не суды не перешел к регламенту создадим все таки сначала все формы теперь создаем еще один многопериодный бланк которым будут расходы так и напишем бланк расходы нажимаем также создать макет бланка да здесь нужно выбрать наши расходы наши расходные статьи выберем их но и также уберем вот эти вот галочки по факту и так далее вроде все правильно применить вот наши статьи по которым нужно ввести данные естественно у вас все это будут вводить разные подразделения разные сотрудники поэтому разные бланки будут он допустим там для зарплаты для закупщика вот приобретения товаров для административных каких-то нужд там и так далее но мы просто в одном все это введем чтобы не заморачиваться нажимаем записать и закрыть теперь делаем консолидированные консолидированные мы сделаем вот в этом многопериодном бланке на самом деле неважно можно создать новый но просто он уже есть нажимаем многопериодный бланк ну вроде как консолидированный и здесь нажимаем создать макет бланка да и вообще ничего другого не ставим, ничего не изменяем. Нажимаем применить. Нажимаем записать и закрыть. Все, мы создали консолидированный бюджет, скажем так. В принципе, с настройкой форм мы закончили. Мы еще вернемся к сводной таблице, единственной, но с настройкой непосредственно самих форм оперативных бюджетов и консолидированных мы закончили. Почему? Потому что непосредственно в виде отчета мы уже все настроили. А здесь в бланке, то есть, почему так быстро консолидированный бюджет настроился, мы все уже настроили. И вот здесь уже менять ничего не нужно. Допустим, там остаток будет сам считаться, поступление по операционной деятельности будет само суммироваться. Здесь нам уже делать ничего не нужно. Это больше такая оформительская часть. Здесь мы можем оформить все красиво. Допустим, там границы сделать, текст подформатировать. Можно сделать так, чтобы отрицательное было красным. Но вообще это тот же самый конструктор. То есть, еще один конструктор. И здесь в том числе можно делать формулы. То есть, в одном месте можно делать формулы, в другом месте можно делать формулы. И еще там в одном функционале можно делать оформление. Но это уже, давайте, за рамками нашего вебинара. Мы сделали форму. Теперь нам нужно сделать так, чтобы их можно было заполнить. Что для этого нужно сделать? Нужно сделать регламент управления отчетным периодом, который запустит наш процесс бюджетирования, наш процесс планирования. Нажимаем бюджетирование отчетности анализ. Здесь ищем регламенты подготовки отчетности. И вот эта форма списка регламентов. И давайте создадим регламент. Называем его регламент формирования МВДДС. Сегодняшнее число поставлю. Связанная группа видов отчетов у нас нет. Периодичность. Вот видите, периодичность появилась. Соответственно, здесь мы можем выбрать период. Здесь мы можем выбрать период и количество периодов, на которое планируется. Но количество периодов можно выбрать не только здесь, поэтому мы здесь оставим месяц. но здесь можно и любой другой период сделать. 9 месяцев, год, полугодие. Периоды, кстати, это отдельный тоже справочник в отделении с управлением холдингом. Это не просто предопределенные периоды. Нет. Это непосредственно справочник. Не вот этого периодичность, а периоды. И именно периоды. Это отдельная тема. Так, использовать многопериодные экземпляры отчетов нас больше здесь ничего не интересует на самом деле, кроме названия. Просто расскажу. Сверка ВГО, это если вам нужно исключить внутригрупповые вот эти вот движения, использовать процессы. Это если у вас настроен процесс по созданию, по формированию бюджетов, процессы, это тоже отдельная тема, отдельный функционал. ну, то есть можно настроить процесс, чтобы сначала одного создавался, потом можно было вернуть этот отчет, экземпляр бюджет обратно на согласование, либо его согласовать, то есть согласовать, передать дальше, что-то консолидировать, что-то сделать вручную, а что-то сделать автоматически. Вот это все касается именно вот этой галочки использовать процесс. организационные единицы регламента. Мы будем использовать вот эту группу Delta с вложенными в нее компаниями. Все остальное мы удаляем. Я просто выделяю и нажимаю Delete. Новые, прочие, все это удаляю. Здесь можно выбрать организации, по которым уже непосредственно будет планирование организации или ЦФО или подразделения, неважно, как в методологии компании это называется. Это все касается именно вот справочника организационной единицы. Можно здесь, кстати, и добавить какую-то организацию. Вот такое окошко появится, когда я нажал подбор организации и что-то перетащить. Но нам это не нужно. Главное, на чем нужно ориентироваться, это то, что все эти компании являются подотчетными вложенными вот в эту группу дельта. Причем, вот смотрите, у нас есть справочник организационной единицы, у него есть своя иерархия, но в регламенте можно эту иерархию переделать, так как вам нужно. То есть, не стоит ориентироваться непосредственно на этот справочник организационных единиц, здесь в регламенте можно переделать эту иерархию. То есть, вот так вот я могу перетащить перемещение, отмена и так далее. И вот эту иерархию можно изменить. Это нужно для консолидации данных. То есть, вы могли заметить, что мы какие-то формулы для консолидации данных не заполняли. Почему? Потому что у нас есть организации. Организации и ЦФО. И у нас есть механизм по консолидации этих данных по организационным единицам. Нам не нужно делать в принципе это можно сделать, но нам это не нужно. Так, нажимаем записать. Правила заполнения матрицы полномочий. Это касается уже матриц полномочий, заполнения. Нам это сегодня не нужно, иначе мы слишком много времени потратим. Нажимаем записать и закрыть. Регламент мы создали. Теперь надо, чтобы этот процесс запустился. Идем бюджетирование, управление отчетным периодом и создаем управление отчетным периодом. Нажимаем создать. Указываем сценарий. Давайте создадим сценарий, чтобы посмотреть, как он выглядит. Управление отчетным периодом выглядит вот так. Это отдельное автоматизированное рабочее место. И мы будем здесь справа нажимать вперед и будем идти по порядку. нажимаем сценарий, нажимаем создать сценарий и будем допустим месячный BDDS. Больше нас здесь ничего не интересует. Здесь есть отдельный функционал по актуализации, по индексированию. Сегодня нас все это не интересует, но этот функционал есть. Можно и проводить индексирование и актуализировать. То есть если вам нужно актуализировать в какой-то месяц за счет данных предыдущего месяца, то этот функционал есть. Нажимаем записать и закрыть. Выбираем периодичность. Здесь тоже можно выбрать периодичность. Нажимаем месяц. Здесь можно выбрать период. Я выберу допустим март май. С марта по май. Давайте с марта по июнь выберем. выбрать. Вот такой период я хочу запланировать. Регламент. Выбираем наш регламент. Который называется регламент формирования BDDS. Мы его создали, мы его здесь выбираем. Почему хронологически у меня в презентации все это хронологически? Потому что сначала нужно сделать регламент и после этого уже указывать управление отчетным периодом. Но виды и бланки отчетов можно делать до этого или во время или после. То есть они уже так вот прям жестко не связаны с регламентом и отчетным периодом. Есть галочка установить лимиты, если нам нужны лимиты. сегодня они нам не нужны. Нажимаем вперед. Сохранить. Сохранить. Курсы валют. Отдельный функционал по пересчету курсов валют. Он нам сегодня не нужен. Я вот к сожалению два раза вперед нажал. назад нажму. Здесь можно настроить еще управление процессом. Если у нас есть процессы отдельный функционал, то что я рассказывал про то, что настроить согласование, несколько согласований с разными сотрудниками, изменение статуса, вот это вот все можно это настроить и использовать. Ну и в принципе все, нас больше здесь ничего не интересует. Тоже все про закрытие периода, про блокировку нас-то все не интересует сегодня. Закрыть. Все, мы создали управление отчетным периодом. Теперь мы можем создать наши экземпляры отчетов. Нажимаем создать вид отчета. Здесь они могут при наличии процессов они могут создаваться сами. Но мы процессы не делаем, поэтому делаем вручную. Так, показать вот наша группа. Вот видите, вид отчета, он у нас один. Мы выбираем наш вид отчета, выбираем наш сценарий. периодичность, месяц. Вот если, кстати, выбрать период, допустим, я выберу только март. Выбрать. Видите, он мне сам выбрал март-июнь. Почему? Потому что управление отчетным периодом у нас настроено только на март-июнь. Вот вы видите, снизу написано выбранный период скорректирован по уже открытому горизонту. То есть, если вы настроили, то вы можете вводить только по определенному вот этому периоду. Ну, то есть, можно и другой сделать, любой другой. Допустим, месяц, квартал и так далее. Организационная единица. Мы будем вводить, вот если открыть, кстати, у нас появляются только наши организационные единицы, которые мы указывали в регламенте. То есть, только по ним можно введести. Ну, я вот веду по модулю. Здесь отображать в. Вот это вот как раз бланки, которые мы настраивали. Вот видите, их четыре штуки, в том числе сводная таблица. Я нажму выручка. И вот видите, кстати, правила обработки, правила проверки. Вот то, что я говорил, правила могут быть разные. Нажимаем окей. и создается наш экземпляр отчета. Видите, у нас, давайте я больше сделаю, у нас только наши две строчки. Мы создавали все показатели, но в нашем бланке мы выбрали только вот эти вот два. Поэтому у нас здесь только две строчки. Поэтому у нас здесь только две строчки. Давайте мы введем здесь. А, кстати, что я сейчас сделал. Я нажал Enter на клавиатуре. У нас в этой строчке есть аналитика контрагента. Поэтому она здесь не отображается, но мы можем в аналитике ввести данные. Нажимаем два раза непосредственно на ячейку. Здесь видите, появляется колонка контрагента, и вот здесь сумма будет указываться. Давайте выберем парочку контрагентов. клиент один на тысячу и клиент два уже на тысячу и на тысячу. Нажимаем ОК. Вот у нас появились наши клиенты. То есть для того, чтобы ввести данные по аналитике, ее нужно добавить. И что здесь можно сделать? Можно вводить вручную, можно загружать какие-то данные из Excel. Можно но мы сейчас не будем заморачиваться, я просто сделаю вот так еще 500 на розничную. Я выделю вот так все эти ячейки и нажму вот эту кнопочку копировать значение выделенных ячеек вправо по строке. Все, она заполнилась на все 4 месяца. Можно заполнять вправо, можно заполнять сверху вниз. То есть здесь есть кнопка копировать значение выделенных ячеек вниз по колонке. Функционал такой достаточно удобный. И кстати вот здесь допустим если я выделю 3 ячейки вот здесь внизу вы можете видеть он сразу показывает сумму количество 3 сумма 3000 как в Excel достаточно удобно. И в принципе здесь наверное все здесь все просто здесь есть статусы но мы процессы опять же не используем поэтому нас это не интересует но статусы устанавливаются по умолчанию. мы даже трогать их сейчас не будем здесь есть валюта мы в принципе все не будем на этом останавливаться вот итоги у нас появились нажимаем записать и закрыть ну то есть что здесь можно еще сделать здесь есть кнопки настройки отчета настройки в смысле вот такие вот настройки то что мы сейчас заполняли до этого можно посмотреть какие там настройки и что у нас еще есть редактирование включено потому что мы его создали только что заполнение будет работать тогда когда у вас что-то есть для заполнения непосредственно в этих показателях у нас ничего не настроено никакое заполнение поэтому здесь ничего не будет в консолидированном у нас будет настройка все нажимаем записать и закрыть и создаем еще один бюджет еще два создадим вид отчета тот же самый наш бддс наш сценарий наша периодичность я здесь вообще не заморачиваюсь по поводу периодов они сами выберутся организационная единица извините организационная единица нашу вот здесь такой ключевой момент организационные единицы в одном и том же виде бюджета совпадать не могут то есть если вводят сотрудники данные то они вводят только свои данные то есть предполагается что подразделение вводит только свои данные поэтому здесь нужно выбрать другое подразделение если я выберу то же самое там модуль по моему был я могу выбрать другой бланк жму окей он мне не даст провести почему потому что подразделение то же самое подразделение то же самое а вид отчет тот же самый то есть если у вас по одному и тому же бланку вводит одно ну то есть по одному и тому же виду отчета вводят одно и то же подразделение данные то надо делать отдельные виды отчета это не так чтобы сложно просто ну то же самое время вы потратите просто здесь будете выбирать вот другой вид отчета поэтому здесь мы выберем другой другой организационную единицу какой-нибудь языка прометей и наш бланк расходов нажимаем окей все у нас сдались цифры мы здесь не будем заморачиваться опять же здесь я сотню поставлю на все то есть вышли вот наши показатели которые по расходам которые нам нужны были для второго цифро все мы настроили что в этом бланке только эти показатели они появляются здесь я все скопирую по сотне ну так вот тоже выделю скопирую и вправо по периодам нас это не интересует функционал весь тот же самый просто другие строчки записать и закрыть а теперь мы создаем консервированный BDDS нажимаем то же самое создать вид отчета BDS сценарий периодичность месяц наш период организационный то что я здесь выбираю период и коллеги еще раз поясняю он ставит сам автоматически потому что только этот период разрешен дальше организационная единица вот здесь организационную единицу я ставлю группа дельта потому что она консолидированная по нашему регламенту я ее выберу сейчас еще раз вот регламент видите вот она консолидирующая организация для всех этих подразделений я ее выбираю ставлю вот наш BDDS многопериодный в котором я делал непосредственно весь полностью BDDS со всеми полями со всеми показателями строками и колонками выбираю его надо было его назвать консолидированный но забыл я про это нажимаю ок видите вот наш консолидированный BDDS у нас строки здесь остатки поступления выручка чистый денежный поток то есть все строчки которые у нас были и наши три месяца и наши колонки все нажимаем то есть я не хочу все это заполнять вручную естественно я нажимаю вот так вот заполнить и нажимаю прочее здесь несколько вариантов заполнения по правилу расчета по можно импорт из файла применить можно свернуть по периоду вот здесь есть такая вещь как консолидировать периметр ничего никаких настроек здесь не делаю просто нажимаю заполнить отчет и у меня все заполняется по плану у меня все заполнилось все плановые данные то есть вот у нас выручка заполнилась которую мы там вводили вот тысячи тысячи пятьсот вот две пятьсот у меня посчиталось сейчас все это естественно можно оформить так чтобы зрительно было лучше видно чтобы можно было увидеть ну жирным выделить либо каким-то зеленым кому как нравится поступление посчитались посчитались где чистый денежный поток строчка по-моему потерялась где-то а вот платежи по операционной деятельности посчитались вот если вот так вот выделить сотню мы видим лишнее выделил мы видим здесь 700 написано и вот здесь 700 посчиталось соответственно потом мы видим чистый денежный поток 2500 минус 700 2500 минус 700 вот все это можно выделить жирным чтобы все это более красиво смотрелось в макете макеток бланка и у нас посчитался начальный остаток мы ставили мы не ставили какие-то фактические данные он переходящий посчитался остаток денежных средств на конец периода остаток 2000 вот видите здесь март здесь апрель на апреле переходящий остаток с конца предыдущего месяца вот план переходящий вот 4 в апреле в конце 4 в мае в начале вот он переходит так вот мы настроили можно нажать еще раз заполнить заполнить прочее заполнить по правилу расчета заполнить что изменилось появился факт вот то что мы факт там заполняли от фактических данных я не делал никаких отборов это просто все-все-все данные которые есть демо-базе вот всего по всем организациям в демо-базе остаток составил видимо 303 миллиона вот так вот можно тоже вытащить файл ну и настроить отклонение соответственно все мы создали BDDS мы создали план настроили план переходящий он вводится его можно ввести его можно консолидировать в общей форме как мы увидели можно все заполнить чтобы вручную это не вводить не вытаскивать ниоткуда можно вытащить факт если нужен план факт можно настроить формулы чтобы отклонение было абсолютное и относительное все это можно сделать нажимаем записать и закрыть и к последнему элементу переходим все у нас сохранился отдельный экземпляр отчета с консолидирован BDDS переходим к последнему элементу сводной таблицы что это вообще за инструмент зачем он нужен он мне пишет что здесь ничего не настроено я нажимаю редактировать быстро так пробежимся редактировать строки и здесь я могу выбрать строки которые мне нужны я нажимаю вот эту стрелочку перенести все он переносит все вот справа то что есть слева то что мы используем нажимаем применить он просит меня настроить колонки нажимаю колонки и выбираю здесь наши поля здесь можно настраивать не все поля то есть мы сделали показатели в виде бланка но не обязательно здесь их использовать то есть не обязательно здесь их выводить ну и здесь различные заголовки отборы типы колонок то есть все это можно изменить даже проекты есть применить вот вот это форма настроенная форма сводной таблицы я нажимаю записать и нажимаю перейти в режим отображения данных так это режим отображения данных то есть то что мы будем здесь то есть то что отобразить то что мы уже ввели здесь настройки бланк вариант настроек режим режим я вот поставлю март июнь я поставлю другой сценарий наш сценарий и организацию нажму сформировать вот все наши данные это этот инструмент сводные таблицы ну понятно что в Excel есть сводные таблицы да аналогию можно провести увеличу вот так этот инструмент можно использовать как отчеты он очень гибкий потому что кому как нравится можно в экземпляре как-то настроить отображение можно здесь настроить отображение тоже отдельно если вам не нужны допустим в экземпляре отчета данные по отклонениям или нужны допустим наоборот еще какие-то дополнительные колонки то да окей можно это настроить здесь тоже есть вот такие вот расчеты зачем он вообще нужен то есть это вроде как просто отчет но есть такая функция вот видите я нажал на какую-то цифру и я могу изменить вот в чем основной смысл сводной таблицы в 1с управление холдингом то что через сводную таблицу вы можете изменить уже зафиксированные в системе данные то есть вы создали экземпляры вы создали вы уже ввели какие-то данные они у вас зафиксированы кстати заметьте что они у вас здесь не дублируются да у вас есть по иерархии некие цифро но они у вас не дублируются здесь данные хотя можно настроить так чтобы дублировать и здесь можно нажать на некую цифру и изменить эту цифру непосредственно в сводной таблице допустим здесь я поставлю 9000 все вот оно изменилось и пересчиталось теперь мы пробуем ее выключить сохранить изменения сохранить так все это мы выключим и зайдем в экземпляр отчета в по группе дельта видите здесь тоже цифра изменилась то есть в сводной таблице мы не заходя в этот экземпляр бюджета в экземпляр отчета мы изменили цифру вот для этого используется сводная таблица сейчас я в нее вернусь вот то есть вам не обязательно заходить в каждый экземпляр про расшифровки кстати отдельный такой момент забыл показать вот у нас экземпляр наш что можно сделать потому чтобы провалиться туда естественно можно нажать и нажать расшифровать по формуле и у вас выйдет выйдут данные которые расшифровываются ну это не удачный пример давайте вот здесь вот давайте любую в принципе здесь отображается расшифровка рассчитанных значений но это расшифровка видите консолидированная а здесь он пишет ну вот так боком придется голову повернуть он пишет по каким организациям видите по языка прометеев а можно у нас нет пересекающихся компаний поэтому сложно посмотреть давайте вот расшифровка по формуле вообще по остатку 6900 и детализация расчета вот все эти цифры в них тоже можно провалиться 6900 в них можно непосредственно в самом бюджете провалиться видите он красненьким выделил потому что я нажал на эту цифру он отображает 6900 это формула мы можем провалиться в это значение чтобы понять из какого бюджета оно тянется опять же расшифровать по формуле и нажимаем два раза и он открывает нам непосредственно экземпляр отчета и выделяет красненьким откуда вообще это взялось откуда откуда эта цифра вообще взялась вот это то что касается расшифровок ну и в принципе в принципе все коллеги мы сформировали бюджет мы посмотрели как можно оперативные бюджеты сформировать мы сделали консолидированный BDDS мы посмотрели что да можно сделать подтянуть фактические данные можно настроить любые формулы можно корректировать через сводные таблицы непосредственно без проваливания в систему кстати вот я обещал рассказать про сводные таблицы и про версии вот если бы было включено контроль версий то что я говорил вот виды бланки сейчас покажу еще раз сохранять историю изменений и в системе сохранялись бы версии вот сохранялись бы версии не документов а данных потому что в сводной таблице эти данные тоже можно скорректировать через сводную таблицу все это сохранялось бы но иногда к сожалению оно конфликтует между собой нужно это учитывать коллеги у меня все если есть какие-то вопросы я на них отвечу но вопросов я смотрю что нету надеюсь это потому что я так все четко четко рассказал тогда коллеги спасибо большое за внимание если что звоните пишите нам мы знаем этот функционал умеем его делать умеем настраивать бюджетирование на нескольких системах спасибо за внимание удачного окончания дня до свидания 週 удачем все они будут умеем Продолжение следует...